Форму делаем сразу с готовыми закладными деталями. Замесили раствор, бетон 500 марки Leroy Merlin стоит 150 рублей 25 килограмм, вот супер пластификатор тоже на мешок стоит 30 рублей, добавляем немного фибры стоит 90 рублей в Leroy Merlin. Смотрим сюда, все готово, все что есть дополнительно для армирования туда же будем запихивать. Итак, прошло три дня, вытащил я из опалубки мою розеточку, вот такая она у меня получилась. Получившаяся деталь имеет глянцевую поверхность, почти зеркальную. Крышка для розетки делается из листа дюралюминия, шпаклюется и окрашивается из пульверизаторного баллончика. Таким образом получается готовая к стройке в стену розетка для пылесоса. Все закладные детали уже на месте, отверстия для крепления есть, для кнопочек. Ну, это метод, конечно, не для тех, кто хочет очень быстро все сделать, так как, сами понимаете, бетон затвердевает в течение месяца. На третий день вот он такое состояние имеет, вполне годное для того, чтобы вытащить из опалубки. Эта розетка предназначена для того, чтобы ее установить в пол. Эти у меня розетки будут в стене. Толщина пеноблока 8 сантиметров. Как мы видим, патрубок канализационной трубы выступает над поверхностью как раз на 2-3 миллиметра. Достаточно для того, чтобы уместилась крышка. Ну и здесь, если это стеновая панель, то есть толщина обоев. То есть, для крышки, которая будет закрывать сверху этот патрубок, не обязательно какие-то резиновые прокладки использовать. Она просто под действием вакуума будет присасываться к торцу этой трубы. Так как работа по заливке розеток под пылесоса занимает не особо много времени, можно параллельно делать подготовку пола для прокладки труб воздуховода для пылесоса. Соответственно, на этом можем сэкономить время. Так как мой проект центрального пылесоса частично совмещен с проектом морского аквариума, то некоторые работы по прокладке труб для пылесоса уже сделаны ранее. И поэтому уже выбран не совсем элементарный метод для прокладки труб. Казалось бы, сделал штрабу шириной сантиметров 6, заложил трубу и сверху зашпаклевал всего-то работы на пару дней. А я вот делаю деревянный пол на лагах. Это связано с тем, что нужно было облегчить нагрузку на несущий пол, чтобы поставить аквариум массой под 800 кг. В общей сложности стяжки было удалено на 2,5 тонны. Но за вычетом веса деревянного настила можно смело сказать, что пол стал легче на 2,2 тонны. Убрана стяжка из одной комнаты и коридора. И уложен пол на лагах. Деревянные детали, естественно, нужно обрабатывать огнебиозащитой первой категории. Ну вот в результате получается такая вот штука. Как видим, здесь довольно большой слой стяжки. Сантиметров 8-10. 10, наверное. Вот. Кстати, мы это уберем и положим доски, лаги. Вот так это будет выглядеть. Проведем небольшой эксперимент. Берем мерный стакан на полкилограмма у нас есть. Вот. Как видим, на пол литра. Засыпаем в него обычный песок. Так. 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 Вот, вот. Вот, даже чуть побольше получилось. Ну а цепим обратно немножко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 900 грамм... Весы не особо точные... Но получается, что... В каждом дециметре... В одном литре... Почти 2 килограмма песка... Так как здесь было пол литра... Значит в литре в 2 раза больше... Белое большое... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... качестве влагоизоляции и амортизации в то же время используем 0 провода подключил осталось только закрывать с алиэкспресса к тому же еще кнопки пришли как раз вовремя наверное многие зададут вопросом а зачем такой ширины здесь выемка хотя достаточно было возможно сделать штробу сантиметров 6 и залить потом бетоном все работы обошлись бы тремя днями но все не так просто таким образом при ширине выемки 40 сантиметров и длине 4 метра мы имеем площадь 16 квадратных метра при глубине 10 сантиметров то есть получается 160 кубических дециметров цементной стяжки а так как мы знаем что плотность цементной стяжки выше чем у песка так как меньше пор и пустот в отличие от сухого песка который мы только что завешивали проверяли то смело можно прибавить еще двое десятых единицы минимум а то и 3 к массе одного дециметра кубического то есть 2 и 1 килограмма в каждом кубическом дециметре то есть 1 из 6 умножаем на 2 и 1 получается где-то 30 320 килограмм таким образом мы удалили отсюда массу лишнюю которая была нагрузкой на пол несущий 320 килограмм в Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Далее в этом проекте робот, который сам будет таскать шланг и пылесос в сеть комнаты